ДАЧНЫЙ СЕЗОН Мы находимся в Подмосковье на севере. Это наш небольшой, но очень уютный домик. Живем здесь я с двумя дочками. Агата 15 лет и Аня 7 лет. Я рада приветствовать вас у себя в гостях. Домик мы покупали готовый, не строили его сами. И он нам достался с таким ремонтом от застройщика, который я пыталась нивелировать какими-то способами. Дом небольшой, в нем всего лишь 100 метров. Двухэтажный. Здесь 4 комнаты, ванна, гардероб. Все деньги у нас ушли на покупку дома, поэтому я применила все свои декораторские навыки для того, чтобы сделать этот дом уютным и красивым самыми простыми способами. Здесь нету никаких каких-то роскошеств, изысков. Здесь все очень просто. Вся красота и уют достигается здесь за счет какой-то мебели интересной, за счет декора, за счет живописи, фотографий. Ну и вот каких-то таких нюансов, о которых я вам расскажу. Ну все, пойдем смотреть. Давай пойдем посмотрим кухню, потому что я всегда с нее начинаю. Она у тебя такая белая, симпатичная, интересная, конечно же, что по хранению. Кухня у нас объединена со столовой и гостиной, и поэтому задача была сделать такое единое пространство, в которое заходишь, и нет ощущения, что тут мы вот готовим, тут мы кушаем, а тут вот мы телевизор, условно говоря, смотрим. Кухня белая. Это кухня с фасадами Мария, с совершенно лаконичным наполнением, потому что мы, семья очень лаконичная. Мы кушаем скромно, одеваемся скромно в какие-то базовые такие моменты, поэтому посудомойки у меня даже нету. В шкафах вот все самое необходимое. А вот смотри, как интересно ты разместила плиту у окна. Вообще я такого никогда не видела, да. Удобно тебе это? Это удобно. Я знаю, что многие хозяйки очень боятся, что будут куда-то брызги лететь. Ну да, первая мысль. Да, я вообще сторонник того, что это не проблема. То есть если у тебя куда-то упала брызга какая-то, ты можешь взять тряпочку и протереть это. И в общем-то, а стоять, готовить что-то и смотреть на прекрасный сад, мною посаженный, это отдельный вид удовольствия. А вот что рядом? Стоит микроволновка, да, или это духовой шкаф? Почему он так выделяется над всей остальной высотой? Это духовой шкаф, ну потому что объем кухни, он был невелик, и все-таки нужно было вписать вот в это вот Г-образное пространство необходимый минимум. Все-таки духовка, плита, раковина, ну это какие-то необходимые поверхности, да, и вот поверхность, ну собственно, для приготовления еды. Поэтому вот такое вот решение было сделано, и под ним, под духовым шкафом ящичек для кастрюль, сковородок. Кать, а вот что касается неудобного? Как тебе микроволновка? Получается, ты, наверное, ей не пользуешься? Нет, мы наоборот, ей очень активно пользуемся, и это умышленно туда убрано, потому что, ну, я считаю, что занимать поверхность вот эту вот микроволновку, это прям вот грешно. Ну, по крайней мере, в моем случае. И вполне себе удобно, она на расстоянии моей вытянутой руки, я абсолютно достаю, абсолютно все комфортно. А вот еще интересно, что у тебя есть открытое хранение, этот сервант, и, соответственно, у тебя тут, я смотрю, и вся посуда, и бокалы, ну, в общем, очень удобно, да? Да, ну, несмотря на то, что мы достаточно аскетичные в еде, я считаю, что съесть салатик из красивой тарелки винтажной, это прям вот дополнительный изыск. Поэтому у меня, да, правильно ты заметила, у меня есть два буфета, вот этот вот, и один поменьше вот там вот, где я храню все свои сокровища. Для сервировки, да? И поэтому в нашем доме всегда накрыт красиво стол, это, ну, это прям вот обязательно. Мои дети привыкли есть из красивой посуды, и я считаю, что это прям здорово. У меня целая коллекция скатертей разноцветных, которые я меняю по своему настроению, и всегда рада гостям. Катя, давай два твоих любимых решения здесь на кухне, которыми ты просто супер довольна и хотела бы поделиться со зрителем. Ну, первое, это, конечно, плита и мойка напротив окна, потому что, во-первых, я вижу всех детей, во-вторых, я вижу свой прекрасный сад. Ну, и второе, наверное, решение – это стол. Стол непременно круглый, вот это прям объединяющий такой момент. Я всем семьям, как профессиональный декоратор, очень рекомендую ставить круглые столы, потому что семья не сидит как на допросе, а сидят все друг напротив друга и наслаждаются, в общем-то, общением. Хорошо, пойдем посмотрим дальше гостиную. Я очень люблю свою гостиную, и так как это вот загородный дом, и дом, пронизанный окнами со всех сторон, здесь всегда очень солнечно, и находиться здесь очень приятно. Здесь светлое пространство, и во все окна я вижу лес, сад свой, и это, конечно, очень здорово. Ну, конечно, я не могу не спросить тебя про диван, потому что это важно, тем более в месте, где ты отдыхаешь. Да, тут у нас диван стоит, он, ну, вообще, на самом деле, я диван не хотела, но это вещь первой необходимости, потому что мы любим принимать гостей, и это место для гостей. Он раскладывающийся, у него есть место для хранения, в котором подушки, одеяло и постельное белье только для наших гостей. Ну, и, естественно, это место притяжения всей нашей семьи. Здесь мы собираемся все по выходным, играем в настольные игры, смотрим телевизор, просто общаемся, читаем, играем. Давай поделись одним каким-нибудь советом, как декоратор, по оформлению гостиной. Я считаю, что, во-первых, пространство должно быть однородным, то есть одинаковые стены везде, одинаковый пол везде, одинаковые плинтусы, двери, все. И я радуюсь за светлое пространство, которое наполнено интересными деталями. Я всегда стараюсь своим клиентам, ну, и, в общем-то, сама заморочена на этом, прививать вкус к живописи. То есть, если посмотреть на мои стены, то у меня очень много живописи, очень много каких-то семейных фотографий красиво оформленных висит. Я вообще считаю, что дом – это вот как бусы, на которые ты нанизываешь историю своей семьи. Она… Дом – это твое отражение. Дом – это твоя история, это твоя индивидуальность. Согласна. Да. И я прямо вот всем рекомендую писать свою историю и не смотреть ни на кого. Пойдемте посмотрим нашу ванну. Я ее называю «Ванная комната» и прямо настаиваю на этом названии, потому что… Ну, потому что это какое-то такое сакральное место. У нас тут еще окно есть. В общем-то, я купилась на это окно в надежде, что я буду набирать ванну с пеной, брать бокал шампанского, зажигать свечи. Да, и прятаться от детей. Ну, иногда мне, в общем-то, это удается. Ванна нам досталась от застройщика, с плиткой от застройщика. И это прямо моя боль. Это привет, 90-е. Вот. Единственное, что я, конечно, очень рада, что она такого нейтрального цвета. И вот тут вот моя задача была ее как-то снивелировать. И я придумала вот такой вот шкаф, очень удобный, комфортный. И я его, столешницу его я выложила мозаикой с восточными мотивами, но в цветах плитки. И мне кажется, что вот эта мозаика, она очень оттягивает на себя внимание, да, вот от этого, ну, такого советского нашего прошлого. Шкаф вот этот очень удобный. Он высокий, комфортный по высоте. Этот шкаф я спроектировала сама с целью спрятать вот сюда стиральную машинку. Класс. А вот тут вот у меня шкафчик с гигиеническими какими-то предметами и дополнительными полотенцами. В общем-то, очень удобно. Используем только то, что вот, ну, прям вот купили, использовали и купили новую. У нас нету 150 баночек шампуней, поэтому у нас все везде умещается. Я вообще очень помешана на эргономике. У меня, если посмотреть, нету абсолютно шкафов никаких, да, ну, за исключением там одной комнаты. И у меня все спрятано, все разложено. Я знаю, где у меня что лежит. И у меня никогда ничего нигде не висит, не валяется. И дети у меня приучены к порядку. Сейчас мы находимся в прихожей. В прихожей, я считаю, что это зеркало дома. Такое первое впечатление. Вот, несмотря на то, что кажется, что в прихожей у нас ничего нету, здесь все очень функционально и все очень удобно. Ну, вот эта вот входная зона, это консоль, которую я спроектировала сама, зеркало мое винтажное. И вот тут вот у нас стоит обувница. Обувница простая, кстати, из Икеи. Ну, вот лайфхак такой небольшой, декораторский. Я всегда на простой мебели меняю ручки. Ручки латунные, классные стоят. И она приобретает уже совершенно другой вид. Вот, тут у нас спрятана вся сезонная обувь. Мы не храним тут все хаотично. Я достаю из гардероба вещи по сезону. Мы их носим, потом я убираю все, складываю в гардероб. И таким образом у нас сохраняется порядок. Вот здесь вот я тоже спрятала их не очень видно со входа. Здесь я сделала на лестнице вот такие вот крючочки симпатичные. И здесь у нас тоже висит вот одежда по сезону, верхняя одежда. И таким образом не захламлено пространство ни шкафом, ни какими-то вещами валяющимися. Все. Ну и, конечно, не минули мы красоты. Красота у меня стоит везде. Так, а я хотела спросить, что за комната Гарри Поттера? Что за дверь? Здесь у нас техническое помещение. Мы можем в него заглянуть. Ну, здесь вот как бы вот так вот. Здесь котел у нас. Здесь хранятся тазики. Ну, в общем, все, что нужно спрятать, мы прячем здесь. Здесь у нас спальня, которая предполагалась быть моей. Но в итоге ее делит за мной Аня, наша маленькая девочка. И я уже, честно говоря, не представляю себя без нее. Вот. Но у меня тут такой-такой немножко французский вайп. Мой шарман. Здесь у меня как раз вот те вещи с помой, которые я спасла и сама отреставрировала. Это зеркало. Оно датируется 1904-м аж года. Я его отреставрировала более 10-м. Да, это антиквариат настоящий. Я его спасла с помойки. Я его притащила домой, сама отреставрировала. Оно уже немножко опять облупилось все. Но мне прям вот нравится. Это мое. Еще у меня... Это уже находка вот этого дома. Это буфет. Он был вообще весь такой вот кривой, косой, покошенной. Я его тоже притащила домой, привела в порядок, сама покрасила. Здесь у меня коллекция моего тонкого фарфора. Друзья даже в шутку называют меня фарфоровой чашечкой. А я в ответ предлагаю им выбрать чашечку для кофе. А вот тут в нижней части я храню постельное белье. Очень удобно. Она такая очень маленькая. У нее всего лишь 12 метров, но она вот уютная, мне кажется. Она прям вот отражает мой вкус и отношение к жизни. Я считаю, что спальня это очень интимное место. И поэтому считаю, что здесь только необходимые вещи должны быть. Ну, в общем-то, это видно, да. Но, тем не менее, здесь должно быть очень красиво. Вот, поэтому у меня всегда заправлена красивая кровать. Я ее никогда не накрываю покрывалом. Я просто покупаю красивое постельное белье и считаю, что это обязательно. Нужно спать красиво. У меня всегда два комплекта подушек. Одна такая вот красивая, а вторая, на которой мы спим. И всегда я стараюсь заправлять кровать. Причем я миксую разные постельные комплекты. И получается вот, ну, достаточно симпатично. Привет, друзья! Переходите на мой телеграм-канал. Там я часто показываю вам красивые фотографии и рассказываю о лайфхаках, которые мы находили в этих видео. А также пишу различные тексты. Очень интересно и полезно. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Надо сказать, что дом пронизан весь окнами, да, и пронизан светом. Но, тем не менее, у нас есть и люстры. На люстрах я очень сильно заморочена. Люстры я совершенно спокойно могу прожить там несколько лет в поисках своей вещи. Той самой, да, люстра вот так вот была, например, здесь. То есть в гостиной мы очень долго жили с лампочкой, пока вот я не нашла ее. Ту самую? Да, вот ту самую. Она винтажная. Я за ней охотилась. Я ее хотела, потому что это очень сложно. Купить целую винтажную люстру. А вот это из слюды? А вот это, это не слюда. Это ракушки. Это я привезла из Греции. Это вот их прям промысел. Они делают такие тонкие пластинки, и из них делают вот такой вот светильник. И когда у нас открыта дверь на веранду, и сюда задувает ветер, они так колышутся, и вот этот звук еще раздается. Это, конечно, очень классно. Очень классно. Так, ну теперь пойдем наверх. Пойдемте на второй этаж. У тебя столько цветов дома? У меня очень много цветов. Я вообще не представляю себе свою жизнь без цветов. Причем у меня всегда стоят срезанные цветы дома в вазах. И очень много живых цветов в горшках. Это прям, я считаю, обязательным. Это добавляет, ну, такого шарма, что ли, дома, живости. И еще у меня много картин. Тут вот прям на лестнице моя картинная галерея. Без них я тоже себе не представляю свой дом. На втором этаже у нас две детские комнаты и гардероб. Если мы пойдем сюда, мы попадем в комнату старшей дочери. И направо у нас будет комната младшей дочери и прямо небольшая гардеробная комната. Пойдем смотреть гардеробную, конечно. Гардеробная трех девочек. Это же должно быть вообще там... Да, это должно быть, но это еще только проект. Потому что я, когда делаю для других людей, я придумываю все сразу в полном объеме. Но когда я делаю для себя, я ужасный тугодум. Поэтому здесь все вот в состоянии таком, в общем-то, аккуратном. Но еще нет систем хранения вот именно тех, которые я бы сделала, как вот я вижу, комфортно. Пойдемте в комнату нашей старшей дочери. И вот как видно, да, здесь написано «Не входи, высокое напряжение». И Агата у нас классический 15-летний подросток со своим каким-то мироощущением. Поэтому я вообще считаю, что детям нужно позволять выражать свои какие-то мысли и все прочее. Поэтому здесь у Агаты полная аскеза. Но она сама так хочет, все по-японски. Вместо кровати матрас на полу. И практически никакой мебели. Ну, конечно, так было не всегда, когда Агата была поменьше. Вот там вот стоял шкаф, который переехал потом к Ане в комнату. Единственный шкаф, к слову, в нашем доме. Здесь стоял стол. Над столом висели регалии Агаты. Но она в какой-то момент попросила все это убрать. Все, я теперь не хочу ничего. Не трогайте меня. Мы не трогаем. Живет своей жизнью. На втором этаже у меня поклеены обои в двух детских. И выбирала я их как бы с умыслом. Вот здесь вот я подбирала прям путем прикладывания образцов к стенам при разном освещении. Советую при ремонте всем так делать. Это прям лайфхак такой, да. И вот именно было, наверное, с десяток голубых кусочков. Но именно этот голубой подошел в этой комнате. Потому что сторона северная. И идеально лег вот именно этот цвет. А еще я покрасила плинтусы в цвет стен. И таким образом ничего не нарушает единство пространства. Я прям очень сильно заморочена на том, чтобы пространство выглядело таким единым, каким-то светлым кубом. И где не было вот этого белых дверей, каких-то других плинтусов, какого-то чего-то другого. То есть максимально единая концепция у меня везде. Вот. Разбавленная декором. Все. Вот это мой основной декораторский прием. Здесь вот у нас была такая ниша, в которую я поставила такую думочку. Она по моему чертежу сделана. Предполагалось, что Агата будет, как такая барышня, сидеть здесь и почитывать книжки. Мы с мужем собрали коллекцию книг Агаты Кристи. Но Агата у нас не очень любит читать. Поэтому это просто такой диванчик для, ну, каких-то, не знаю, встреч с друзьями ее, с подружками. Сейчас мы заходим в комнату младшей дочери. Эта комната, это царство Ани. Так как она спит со мной, здесь нету даже кровати, потому что мы от нее избавились. Она никому уже не нужна. Она была маленькая, детская, но на взрослого мы заменить ее не успели. Комната эта находится на противоположной стороне, то есть на южной, на солнечной. Поэтому здесь вот такие вот яркие, даже пестрые обои, и они совершенно никак вот не смущают пространство. Они делают его каким-то ужасным. Здесь у нас как раз-таки мой любимый... Сама спила? Нет, это я заказывала у одной девушки, которая плетет макраме. Это вот прям, ну, это то, что придает уют. А когда вечер и зима, на потолке вот такие вот блики от этой люстры, это просто чудесно, просто роскошно. Здесь у меня в этой комнате есть мой уголок. Это моя библиотека, которую я собирала аж, наверное, с детства. Стеллажи выполнены, ну, на заказ и занимают всю стену. И все стеллажи заставлены книгами, очень много книг по искусству, опять же-таки. И в библиотеке у меня поселились два винтажных кресла. Это как принято сейчас называть мид-сенчери. Я их нашла тоже на помойке, притащила домой, привела деревянную часть в порядок и отдала на переобивку. Это безумно удобная мебель. Я прям очень рекомендую, если видите где-то в приличном состоянии, тащите себе домой. Потому что это максимально эргономичная мебель, которая требует вот действительно просто часто переобивки и все. Она настолько качественная, неубиваемая. Столик мраморный сделан по моему дизайну тоже. Я зажигаю свечи, сажусь, беру книжечку и выдыхаю. После общения с детьми тяжелого дня какого-то. Кать, усадили тебя среди всей твоей красоты. Давай поделись каким-нибудь советом с нами напоследок. Как декоратор я советую людям вообще делать свои дома максимально однородными. То есть, например, по возможности делать одинаковый пол, одинаковые стены. И разнообразие вносить именно при помощи какой-то интересной мебели, какого-то декора, той же живописи, фотографий каких-то семейных. создавать свою историю, писать ее, воплощать ее в интерьере и делать свой дом непохожим ни на какой другой, индивидуальным, уютным, родным, ну и каким-то вот таким, не знаю, невероятным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok